здравствуйте сегодня 12.02.2022 года мои уточки начали нестись мускусные утки чему я очень рад значит скоро будем закладывать инкубатор начала нестись вот эта белая уточка и какая-то коричневая одна белую я посажу на яйца оставлю для себя пускай сидит ну да соответственно топчутся волосы начинают нестись значит скоро будем инкубировать яйцо яйца в основном я прогоняю через инкубатор ну что-то он не станет оптать наверно пока еще обхашивает вот будем инкубировать яйцо мускусной утки самая тяжелая инкубация яйцо но есть способы его инкубировать довольно таки удачно так сказать я вас научу все покажу все расскажу вот он вышел самый главный селезень он согнал его все расскажу покажу почему уток мускусных очень инкубируется и тяжело яйцо а сами если они сидят на яйцах они выводят хорошо потому что мама за этим следит на яйцах очень толстая пленка защитная и в инкубаторе ее никто не снимает когда мама сидит на яйцах утка она крутит яйцо в яйцах гнезде и прошу прощения переворачивает следит за этим из концу инкубации эта пленка сама по себе стирается если по так сказать поглядеть за ними весь срок имку весь сок пока они сидят на яйцах вот то яички концу инкубации становится белый хотя на самом деле сейчас я вам покажу их яйца вот они начали нестись яйца они на нем очень толстая вот может видно будет там даже на ободраться на них очень толстые очень-то толстый защитный слой и этот защитный слой надо удалять если яйца лежат в инкубаторе иначе много будет задохриков это я все вам расскажу я очень рад что у меня начали нестись утки значит скоро инкубация вот они что о чем-то мне очень нравится эта птица это неприхотливая птица самое главное чтобы в сарае было тепло они любят его тогда они вовремя все делают понесутся и садятся и выводят довольно таки хорошо еще не не любят сильную влажность в сарае да вообще не любят влажность не то что в сильную они влажности в сарае особо не нужна они мы с этим боролись и пришли к выводу что надо было сделать вот такую вентиляцию потому что в сарае была большая влажность хотя сарай отапливался в сарае глубокая подстилка все равно было влажность мы сделали тоже тоже видео где ты увидел я просмотрел много видео сделали вот такую вентиляцию она закрывается и тянет только с пола через две трубы тянет с пола в соответствующем влажность становится намного ниже не то чтобы ниже а вот и довольно комфортно сарай стал опять что-то какие-то них разборки но это у них всегда так весенний разговаривают переговариваются между собой так что принципе у них нет не болеют если условия содержания нормальные то утки не болеет если влажность в сарае то утка может заболеть и легочными заболеваниями и вирусными да ну болеет был был большой падеж я вам расскажу как мы его победили вот я захожу в сарай утки все веселые захожу через три-четыре часа лежат три-четыре утки сдохли не могу открыть дверь они ее подперли и так продолжалось в течение недели погибло где-то около тридцати утра погибло я их отнес на ветлечебницу взял три-четыре утки очень переживал конечно большие взрослые дырки вот не хотелось на это лечебницу там обследовали их и сказали что ходишь душу я перевернул весь сарай за заткнул все дырки ну пойдешь продолжался обратиться к интернету я пересмотрел много видео перевопатил буквально две недели я наверное сидела не выходил я сидел это все время извините сидел в интернете смотрел видео ну и в каком-то видео мне попалось то что у них есть необычные заболевания они будут воспаление легких я забыл называется про это мне больницы ничего не сказали я бы пошел в аптеку купил в обычную человеческую аптеку у нас очень рамотная женщина работает там она закончила институт она спросила что случилось птица она я объясню она сказала что это вирусное заболевание это не может быть никакой твой холь да я и сам понимаю что хоре оставлял бы следы там не только для синяки на шее извините не только синяки на шее а прокусывал бы что-то еще так что она мне посоветовала вообще больше не ходить в вет аптеки потому что неизвестно что там насыпано там никто ничего не контролирует какие там лекарства все лекарства какие нужны птицы они есть в обычной человеческой аптеке в аптеке для людей и я вам расскажу первым средством чтоб остановить любой практически пойдешь с вероятностью до 95 процентов то что если даже вы не знаете диагноза ну вас птица дохнут вы смешиваете 4 таблетки тарихопола на и одну таблетку азитромицина на литр воды выливаете им это все в ведро в 10 литровые литр и пропаиваете свою птичку до обеда после обеда убираете ставить чистую воду и так продолжаете пять дней ну конечно зависит еще от птицы если птиц слишком много то надо уже и больше таблеток если большое количество мы в принципе на 10 так я мне хватало одной таблетки азитромицина это антибиотик комплексный он он практически он лечит все он улечит даже коронавирус им они побеждали вот этим вы она мне посоветовал фармацевт какие-то я просто не узнал свою птичку все стало становиться на свои места на перестал перестал падешь перестал дохнуть и так я их пропою пять дней и никакого хоря оказывается не был был вирус только этим и пользуюсь если что-то с моей птицы случается там я вижу она заболела или одна там я или принудительно одной вливают либо пропаиваю еще раз повторю вот петух молодец работает петух молодой на рабочий гляньте как он старается оплодотворить яйцо теперь я только так и спасаюсь я повторю еще раз одна таблетка азитромицина четыре таблетки то их опова на литр воды все это вместе развода заливаем в ведро если у птичка много то дозу увеличиваем я думаю где-то на 10 уток этого хватает даже можно не полный 10 литров и метку я только так и спасался и спасаюсь сейчас вот так спасибо за внимание до свидания до новых встреч